Ведение бизнеса – дело непростое. Нужно не только уметь производить что-то и находить хороший рынок сбыта, но и быть осведомленным во многих вопросах. Соответствовать новым требованиям законодательства. Помочь предпринимателям оставаться на гребле волны помогает регулярно проводимые в районной администрации заседания Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. На повестке дня последнего Совета предпринимательства 2018 года значилось три основных вопроса. Уплата налога на доходы физических лиц, работа Центра поддержки предпринимательства и регистрация на портале «Бизнес-навигатор». На встрече присутствовали представители бизнес-сообщества Славянского района, главы поселений и специалисты, занимающиеся экономическими вопросами развития муниципалитета. Заседание провели председатель Совета Славянского района Григорий Литовко и первый заместитель главы района Евгений Колдомасов. Начальник отдела камеральных проверок налоговой инспекции Яна Петренко в своем докладе отметила, что поступление налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Краснодарского края по Славянскому району за 11 месяцев 2018 года составило 1 млрд 227 млн рублей, что больше прошлогоднего показателя на 7%. Налог на доходы физических лиц занимает традиционное первенство в бюджете края, следом на прибыль налог на имущество. Второй простой НДФЛ составляет 107,7%. Вместе с тем мы понимаем, что есть резервы в плане легализации трудовых отношений. Во-первых, это работа с неформальной занятостью, а это незарегистрированная деятельность или неоформленные трудовые отношения. Во-вторых, повышенное внимание уделяется налоговым органам мониторингу заработной платы по видам деятельности. Он показывает, что по некоторым из видов деятельности заработная плата ниже минимального размера оплаты труда. Основная доля налогоплательщиков, выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда, по данным налоговой инспекции, приходится на сектор оптовой и розничной торговли, а также производства и строительства. Соглашаясь на зарплаты в конвертах, работник не только лишает себя положенных социальных гарантий, но и является нарушителем закона. Для решения проблемы серых зарплат в 2017 году федеральным законом была введена уголовная ответственность за уклонение граждан или организаций от уплаты взносов в крупном и особо крупном размерах. Работник должен понимать, что если работодатель по каким-то причинам налог за него не перечислил, то работник обязан самостоятельно задекларировать доход и самостоятельно уплатить его. В ходе заседания совета у предпринимателей возникло много вопросов, на которые присутствующие специалисты постарались ответить. Председатель районного совета Григорий Льтовка поблагодарил собравшихся за активность и личный вклад каждого в процветание района. Впервые бюджет района приходит к тому, что мы собираем собственных доходов, а основной, вы знаете, в структуре доходной части – это налог ДПЛ, потом медленный налог, потом налог на имущество, миллиард разум, и так далее, и так далее. И отрадно, что оно уже приближается к миллиарду собственных доходов. Буквально три года назад эта цифра была 775 миллионов, что позволяет сегодня увидеть, что району активно развиваться, участвовать в программах. Это здорово. И, конечно же, спасибо вам предпринимателю. Совет малого и среднего предпринимательства – хороший механизм в вопросах взаимодействия бизнеса и власти. Помогать бизнесу очень важно, ведь его работа – залог стабильности экономики района, подытожил председатель районного совета Григорий Льтовка.